Поворот не туда. Нелепая трагедия в Балахне. Ночью там заблудилась и насмерть замерзла 32-летняя Юлия Круглова. Живет она, жила она на окраине Балахны, недалеко от Волги, была в гостях у подруги, засиделась до часа ночи и потом пошла домой. Идти было всего минут 10, но она не дошла. Где-то в час 05, в час 10 она от меня ушла домой. Буквально где-то через полчаса она мне звонит. Говорит, я где-то заблудилась, в какой-то болоте не сижу. Выйти не могу. Я говорю, сейчас я одеваюсь. Я буквально за 2 минуты оделась и побежала. Искала я ее по той дорожке, где она точно должна была идти, в сторону родителей, потому что там одна дорожка. И всю жизнь мы по ней ходили. Я пробежалась, я ее нигде, ни в какой болоте, ни в канаве не нашла. Я думала, может быть, она выбралась, пошла домой. Я прибежала домой, открыл отец дверь. И я спросила дома она. Он говорит, нет, она не приходила. Я его позвала вместе искать. Мы опять так же оббежали весь лес, все канавы, все ямы. Нет, ничего не нашли. Пытались ей дозвониться, телефон не отвечал. Потом где-то в полчетвертого она перезвонила. Видимо, может быть, включился телефон. Мы ее стали спрашивать, где ты находишься. Она говорит, что я так болотене. И все, потом телефон у нее отключился и больше не включался. Нам только позвонили, сказали, что нашли. Ну, вот мы пришли, все. А далеко нашли от места, от подруги? Да, как сказать, противоположную сторону. То есть, если она должна была идти влево, а почему-то попала вправо. То есть, в сторону Волги. Бегали, естественно, здесь, потому что в ту сторону никак никто не подумал идти. Говорят, вытащили где-то вот здесь вот. Ну, вот в этой заводе. Ее МЧСники на лодке вытаскивали оттуда. То есть, как она сюда попала, я не знаю. Получается, что она пошла вообще в другую сторону от дома. Девушку обнаружила рыбак рано утром. Это речка, это просто мелкая ее часть, затонная. То есть, там нет течения, там обыкновенный, так сказать, такой водный закуток, на который она попала. Я думаю, что это переохлаждение. Она была одета в легкое пальто, и лосины у нее были тоненькие. По-моему, сапожки-то у нее тоже были весенние, такие тоненькие. Плюс вода, плюс еще и снег пошел, и морозец был утром. Это какая-то нелепая случайность. Всегда ходили по этой дорожке. В любое время дня и ночи. Что утром они приходили, что вечером, даже допоздна, когда засиживали. Все равно никогда никуда не сворачивали. Кстати, у Юлии Кругловой осталась дочь девочки 11 лет.